Здравствуйте! Меня зовут Алексей Вершинин. Вы смотрите телеканал Россия. И что это значит? Значит, в эфире шоу пятеро на одного! Да! У нас здесь почти как в районной поликлинике. Тут можно просто спросить и при этом получить много денег. Сегодня с нами играют Евгений Пополышири! Рабион Газманов! Андрей Урган! Евгений Рыбов! И Александр Пусной! Доброе утро! Не совсем привычная картина. У нас здесь, смотрите, сидят пять мужчин. Ни одной девушки сегодня среди игроков. Потому что мы хотим победить. Вот именно потому, что у вас здесь пятеро мужчин и ни одной девушки, я думаю, что победить-то вам сегодня не светит. Ну, просто это упрямая статистика. Алексей, без девушки вы играете хуже. Хотя бы без одной. Давай не будем притворяться идиотами и скажем, что у нас новые декорации, потому что зрители увидят это точно. Кстати, у нас новые декорации, друзья мои, посмотрите. Мы-то с Женей вообще в заявке писали поменять не только декорации. А что еще хотел ты поменять? Ну, как ты думаешь? Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, на что ты намекаешь там. Поверь мне, Александр, замечательного, прекрасного, великолепного, искрометного, талантливого ведущего в этой программе никогда не поменяют. Ну, что ж. Браво! Браво! Друзья мои, в прошлый раз вы выиграли финальный раунд, и это значит, что сегодня нашу программу мы начинаем с суммы. Покажите. Миллион? Да сейчас. 100 тысяч рублей! Нормально. 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 Как говорят в Одессе, ну, такое. Будем надеяться, что к концу сегодняшней программы эта сумма увеличится. Хотя, еще раз повторю, статистика вещь упрямая. Когда среди участников нет ни одной девушки, команда играет не очень. Может быть, сегодняшний день станет исключением, не будем забегать вперед. Может, из зала кого-нибудь подсадим просто? Тогда кому-то надо уйти, и сесть будет в зал, Родион. Кто? Готов? Ну, уже была одна версия-то, была уже? Да? Какая версия? Да, от Саши Пушнова. А, ну, да. А, в этом смысле, вы опять, да, все возвращаетесь? Хорошо, друзья мои, это пятеро на одного. Поехали. Поехали. Первый раунд начинается. Ну, напомню, правила игры. Случайным образом мы выберем телезрителя, он с моей помощью задаст вам вопрос. 20 тысяч рублей на кону. У меня есть для вас три подсказки, 4 минуты на обсуждение. Вы задаете любые наводящие вопросы, я отвечаю, да или нет. Внимание на экран, давайте посмотрим, чей вопрос сегодня первым выберет наш компьютер. Итак. Вообще все по-другому стало. И играет против вас Виталий Захаров, 63 года Виталию, он из города Анапа. Самый хороший выпуск у меня. Виталий увлекается фотографией. На деньги от выигрыша он планирует приобрести для дома спортивный эллиптический тренажер. Очень-очень хорошее приобретение. У меня дома у самого он стоит, очень на нем вот хорошо сушатся вещи. Больше ни для чего он не нужен. Можно в облачку, можно подсушить. Да, кстати. Готовы? Да, готовы. Первый вопрос нашей сегодняшней игры. Внимание на экран. В декабре 2019 года в Новосибирске состоялся первый в мире концерт для фортепиано с оркестром. Из необычных инструментов. Из каких инструментов был этот оркестр? Время. А это какие-то отходы? Нет, не отходы. А это что-то съедобное? Нет. Пластиковое? Нет. Деревянное? Нет. Это в принципе музыкальные инструменты были? Нет. Это животные? Это не животные. Это были мобильные телефоны? Нет. Но что-то такое, да, современное? Ну, можно так сказать. Инструменты слесарно-столярные? Нет. Принтеры? Нет, не принтеры. Они извлекали звук? Звук они извлекали? Звук извлекали. Изо рта? Нет. Они сами извлекали? На них нужно было играть или они были как-то запрограммированы? Надо было... То есть люди играли на них? Ну, можно так сказать, да. Они электрические? Электрические? Они, ну, скорее... Да, там участвуют. Неужели паяльники? Участвуют в людях? Это биоэлектричество? Нет, нет, да проще. Нет, нет, нет. А они были включены в розетку? Скорее нет, но их можно, наверное, включать. На этих предметах люди играли или это запрограммированные? Люди. Люди, извлекали звуки в список. Бытовые приборы какие-то? Это не бытовой прибор. Я бы не сказал. Еще раз, как? Бытовой прибор? Нет. Первая подсказка. Зеркало, зеркало. Свет мой зеркальца, скажи. Нет, не фен. Давайте еще. И не холодильник. И не холодильник. Свет мой зеркальца, скажи, это все право. Со светом связано? Да. А, свет мой зеркальца, скажи. Фонарики. Нет, не фонарики. Это были... Лазер. То есть свет из... Не Лазер. Слушайте, это свет, который перевели в звуковые волны. Частоту этого света перевели в звуковые волны. Ух ты, гениально. Ну нет. Это слишком сложно. Красиво было. А если что-то попадает на зеркало, на стекло, отражение какое-то, издает звук? Бутылки. Нет, не бутылки. Давайте еще. Да нет. Слушайте, такой простой вопрос. Да ну конечно. Я думал, вы его пустили. Со стеклом связано это? Ну, как-то связано, да. Слушай, это электрические приборы, которые можно включить в розетку, но они не включаются, они электрические. Давайте так вот я уже скажу вам помочь. Нет. А лампочки есть не электрические? Есть, конечно. Нет, хорошо, ладно. Энергетические. Нет, ну керосиновые, в принципе, да. Опа, ладно, согласен. Вторая подсказка. А что это? Что это? Что это? Микрофон. А что это? Что это такое? Это микрофон? Что это? Нет. Это что это? Это костыль? Это не костыль, нет, нет. Это из... Это отдельный вопрос, это надо время убирать. Это затвор ружья. Оу-е. Так. Да-да-да. А, этими самыми играли оптически наведенными, как оптическими прицелами. Зайчиками. Возьми, зеркальными зайчиками отраженными. Нет, нет, проще, проще. Стреляли по мишеням в определенном... Нет, нет, не стреляли. А что делали? Направленный микрофон какой-то. Я не знаю, что-то. Плевали. Они играли, что-то. Они плевали по этим мишеням. Нет, нет. Так, давайте еще. Свет как-то там участвует? Свет. Если участвует, как-то, ну как-то. Как-то свет участвует. И ружья. Как-то. И ружья как-то участвуют. Со светом связано? Да, ну как-то там. А, может быть, ночные приборы, видение, ночные видения приборы. Нет, нет. Приборы ночного видения участвуют? Стрельба производилась? Нет, не производилась стрельба, нет. Звучало что-то световое? Нет. Звучало что-то световое? Как это возможно? Это были пневматические ружья или огнестрельное оружие? Нет. А гравитация участвовала? Что-то падало? Нет. Ничего не падало? Почему пушной один играет? Мишень. Нет, могли падать мишени, в которых мы попадаем, и тогда ноты, ноты, ноты. А я в чем замешательстве? Очень хорошо. Спасибо. Мы, по-моему, к этому... Лук, свет... К этому мы и шли. Это сыр. Это сыр. Сыр? Что? Так. Сатыворода, басни Крылова. Стреляли в птиц, и они каркали в определенной тональности. Не надо! Отличная версия! Не надо! Так. Это несъедобное. Это несъедобное. Несъедобное. Не бытовой прибор. Это не бытовой прибор. А фортепиано-то там присутствовало? Очевидно, нет. Ну, это... Если это концерт для фортепиано... Пылесос! Нет. Давайте еще последние секунды. Светится, светится. Ну и последний верхний. Фен. Нет, не фен. Не бытовой прибор мы уже решили. Бритвенный станок. Нет. Мы поздравляем Виталия Захарова. 20 тысяч рублей уходит в Анапу. Начали хорошо. Честно говоря, когда начал говорить про хобби Виталия, подумал, что зря мы это говорим, потому что в этом уже есть подсказ. Фотоаппарат. Ну, конечно. Затвор и фотоаппарат. Ну, как вы до фотоаппарата-то не дошли, ну? Да потому что слишком просто для нас. Да? Это слишком простые вопросы. Конечно. Надо убирать простые вопросы. А ворон тут при чем? Давайте я сначала ответ дам правильный. Покажите его на экране. Оркестр состоял из фортепиано и ста фотоаппаратов. Идея создать из щелчков, затворов и жужжания автоспуска фотоаппаратов музыку пришла новосибирскому фотографу Анне Масловой. Не каждый музыкант в этом оркестре, так сказать, знаком с нотной грамотой, поэтому организаторы разработали специальную партитуру. Вот в этом концерте принимали участие как профессиональные фотографы, так и любители. В итоге, вот эксперимент очень зрителям понравился. Смотрите, три прозрачнейших подсказки. Подсказка номер один. И вы ее, кстати, правильно разгадали о том, что... Саша, по-моему, да, сказал? Свет. Свет. Свет мой зеркальце, скажи. Зеркалка, да? Фотоаппарат. Сейчас все на беззеркалке снимают, нормально ли? Конечно. Вторая подсказка. Затвор. Ну, надо было... Затвор, понятно. Конечно. Ну, здесь, в данном случае, затвор ружья. Мы намекали на затвор фотоаппарата. Затвор вы угадали. И третья подсказка. Вот это вот что? Вот это что? Так, здесь у нас... Ворона. Ворона. Так. А ворона это кто? Птичка. Птичка, да. Да. Вылетает. Вылетает. Сейчас вылетит. Птичка. И еще, смотрите, здесь второй слой в этой подсказке, да? Ворона держит в клюве сыр. Скажите сыр. Скажите сыр. А, есть еще третий слой. Глубоко. Третий слой, ребята. Это же фотография ворона. Действительно. Друзья мои, в общем, моя версия подтверждается, когда в команде нет ни одной девушки, наши звездные участники, ну, прям как бы тупеют. После первого раунда в нашем банке сумма не изменилась. Там по-прежнему, покажите, 100 тысяч рублей. А я вот думаю, почему не медсестра, которая колола прямо из 100, и каждый человек разным голосом. Мне кажется, нам нужно организовать хороший концерт интересный. Или такая? Довольно жестоко, Андрей Ильич. Нет, нормально. Впереди второй раунд. Посмотрим, сможете ли вы реабилитироваться в следующем вопросе. Это пятеро на одного. Идем дальше. Второй раунд. Опять элементарный вопрос, очень простые подсказки. Внимание на экран. Давайте узнаем того телезрителя, который сыграет с вами во втором раунде. Юлия Пусько, 35 лет, город Большой Камень. Будет сейчас с вами играть. Какие есть города красивые. Есть во втором раунде одна особенность. Это раунд фото вопросов традиционно у нас. А мы с фотографией как-то знаем. Внимание на экран. Поехали. Чем уникальна монета, выпущенная в Конго в 2006 году? Вот это вот. Время. Из необычного материала сделано. Ну, не совсем. Форма. Нет, ну форма вот, вы же видите. Обычная форма, да? Это, во, я понял. Это ее натуральный размер. Хорошая версия, но нет. Связано с изображением на ней? Ну, связано, да. Связано с каким-то событием? Нет. Это две ее стороны? Да, это реверс и аверс. Это связано с реверсом, необычность, или с аверсом? Ну, да, связано с одной из сторон. Это связано со львом? Нет. Связано с маяком? Так. Два цвета у монеты? Нет. В честь радиомаяка выпустить? Саша работает на радиомаяке. Это связано с цветом, что что-то черное, что-то золотое? Нет? Ну, можно так сказать. Смотри, вся монета серебряная, а вот лучи маяка золотые. Золотые. Класс. Нет. Это необычный материал именно цвета вот этого, да? Зеленого. Ну, допустим. Фотоаппарат. Что фотоаппарат? А, что-то все-таки фотоаппарат. Нет, нет, нет. А, смотри, число. Ну, правильно там, вот вы уже. Вот это зеленое, зеленое, я дальтоник, это для меня зеленое. Вот это зеленое для тебя? Ну, неважно, мы понимаем, о чем мы говорим. Хорошо. Вот это зеленое, оно сделано из какого-то определенного элемента таблицы Менделеева, редкого. Нет. Я спрашивал про монеты. Первая подсказка – цифры. Первая подсказка. Это цифры, да? Это вообще одно конкретное число вполне. Давайте вот так вот я. Опа. Это число? Намекну вот это число. Ага. И какое? Я даже вот отойду от своих правил, могу сказать, это число 299 миллионов 792 тысячи 458. И вот именно если это число набрать каким-то образом, получится этот цвет? Нет. То есть это вот RGB. Я набираю RGB. Ты опять слишком сложные какие-то вещи конструируешь. Это дата какая-то, дата? Это не дата, нет. Ну это и не число. Так, вторая подсказка. Ага, это светящаяся штука ночью. Так. И фосфор. Фосфор. Что? Она светится ночью. Да, а что светится? И маяк. К лучи маяка. К лучи маяка. Вот сейчас абсолютно правильный вариант. А, я понял. Это скорость света. Скорость света, да. Монета светится в темноте. Все верно. Светится не вся. Светятся вот эти лучи, которые... Эти буграфы зеленые. Да. Золото, золото. Которые спускает маяк. И, кстати, вот то, что... Это зеленый? Это зеленый? В темноте зеленый. В темноте зеленый. Но, кстати, я же спрашивал, связанное это с материалом монеты, сказал нет. Нет, я не так сказал. Я сказал нет. Не совсем. Прямо конкретно не сказал. Не совсем. Рассказываю. Круто. Многие моряки, входившие в устье Конго, ошибочно считали, что они продолжают плыть в океане. А на самом деле они плыли уже вглубь континента. Все потому, что Конго, самая полноводная река Африки, она впадает в Атлантический океан очень широким и глубоким руслом, 11 километров ширина этого русла. Так вот, для того, чтобы мореплаватели не сбивали со своего намеченного курса, и был установлен маяк Муанди. А монета в определенных местах, ну вот конкретно в этих двух местах, покрыта специальным флюоресцентным составом, видимо, что-то типа фосфора. И в темноте можно увидеть лучи света, отбрасываемые этим самым маяком. Монета номиналом 10 франков была выпущена в Конго в 2006 году ограниченным тиражом всего 2500 экземпляров. На секундочку, серебро 925-й пробы. Ну что ж, молодцы, распечатали вы сегодняшний банк. Покажите нам подсказки. Первая элементарная. Ну первую вы не взяли, да, действительно. Скорость света в метрах в секунду здесь, собственно, изображена. В километрах в секунду. 300 тысяч километров в секунду. Метров в секунду. Километров. Метров в секунду. Там миллионы. Там 299 миллионов. Метров в секунду. Вторая подсказка. Светящиеся глаза кошки. По-моему, Родион, да? Ну как-то критикой историю, да. Хорошо, третья подсказка. Она вам не понадобилась, тем не менее. Хорошо, что мы до нее не дошли. Это аптека. Так, как можно аптеку... Аптека всегда светится в темноте. Аптека не светится в темноте. Да еще даже проще. Это что? Круглосуточная аптека. Вот это что? Это крест аптеки круглосуточной. Круглосуточной. Это же вывес. То есть, если проглотить монету, она светится в темноте. Если проглотить монету, она лечит язву. А, я понял, вы на мной издеваетесь. А, я не сразу понял. Мы светимся от радости, что у нас такие подсказки, за которых мы не дошли. Светитесь от радости, потому что у нас в банке, покажите эту сумму, целых, огромные, огромные деньги. 120 тысяч рублей. Когда-то наши звездные участники даже за деньги это не считали. Миллионы были в банке, а сейчас для вас это достижение огромное. Вот это же зеленый цвет. Примерно. В темноте, да, Саша. Да все нормально. А так сейчас все хорошо. Но ты на всякий случай, Саша, сходи. Вы смеете. Я ходил. Так, что он тебе сказал? Мне сказали, что ну... Ну, зеленый. У меня нет разницы между зеленым и желтым. Это мне сильно напрягает. А в какой рубашке Евгений Рыбов у нас сегодня, Саша, по-твоему? Так вот, я просто реально проблема у меня, потому что у меня, значит, на приборной доске засветилась зелененькая штука, ну, как бы, которая, мне кажется, что зелененькая, она не зелененькая оказалась. А я приехал на сервис, говорю, светится. Они говорят, а какой это цвет? Я говорю, такой. Они говорят, м-м-м. Надо на сервис вести не машину. А прокладку между рулем и сиденьем. Да, да, да. Ха-ха-ха. Ну что ж, первый раунд вы проиграли, второй выиграли. Посмотрим, что будет дальше. Это пятеро на одного. Продолжаем, поехали. Это пятеро на одного. Мы продолжаем. И прямо сейчас третий раунд. В третьем раунде будет играть один из телезрителей. Ну, в смысле, то же самое, что и в первом и втором. Есть одна особенность. Обычно этот телезритель либо с нами по телефону, либо здесь у нас в студии. Сейчас узнаем. Так, внимание на экран. Давайте выберем телезрителя. Анна Баранова против вас будет сейчас играть. 38 лет. И Анна у нас из города Сочи, где темные ночи. На прямой связи по телефону. Да, Анна, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Доброе утро. Анна, как настроение, как погода в Сочи? Все хорошо, но выпало много снега в горах. Кто любит снег тому хорошо, нам не очень. Так, ну и на что вы планируете потратить 20 тысяч рублей, если вот улыбнется вам сейчас удача? Я очень люблю деревья, сад, огород. И мечтаю о цитрусовом саде. Лимон и апельсин и мандарины. Слушайте, ну какая замечательная цель. Хорошо. Проиграв, мы поможем планете, ребята. Да. Аня, вам не видно, я вот расскажу. Передо мной сейчас здесь сидят с грустными лицами Евгений Попунояшвили, Родион Газманов, Андрей Ургант, Евгений Рыбов, Александр Пушной. С кем будете играть? Ну, хотела бы я сыграть с Родионом Газмановым. С Родионом Газмановым. Так. Я вам по секрету скажу, Родион Газманов в этом раунде неплохо играет. Вот, судя по прошлым историям. Да, всегда выигрывал. Я, пожалуй, испытаю удачу в свою сторону. Спасибо, Аня. Спасибо. Так, Родион. Ты играешь один, все остальные молчат. 40 секунд. Будет только ни одной подсказки. Ну, в остальном все то же самое. Наводящие вопросы. Я говорю, да или нет. По индейской легенде, эти плоды были даны людям, богом воздуха Кецелькоатлем, чтобы заменить наслаждение райского сада. Что это? Это съедобное что-то? Ну да. Естественно. Манго. Нет. Кокосы. Папайя. Нет. Груши, яблоки. Нет. Нет. Еще. Это именно плоды. Это то, что я. Да. Да. Груши. Нет. Уже было. Так. Еще. Манго. Нет. Тоже было. Это ягоды какие-то? Это именно фрукты? Это фрукты? Это овощи? Это, 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 это. Это орехи? Это, это плоды. Давайте вот так вот. Ну что, все. Давайте, Родион, вот так. Это плоды. Это орехи какие-то? А их так называют прям плоды. 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 Еще. Попа. Может, с наводящих каких-то, ну. А, это сладкие плоды. Нет, все. Мы поздравляем Анну Баранову. Соки сладкие, но при этом горькие. 20 тысяч рублей на цитрусовый сад уходят в Сочи. Впервые Родион Газманов проиграл третий раунд один на один. Ну, Родион, всегда что-то, что-то случается в первый раз. Поэтому продумываю. Теперь зато у Анны будут цитрусовые деревья. Покажите правильный ответ на экране. Действительно, это плоды дерева какао. А что они срежут? Расскажи, смотри. Ацтеки верили, что бог Кетцалькоатль, прибывший на землю на луче утренней звезды, принес дерево какао в подарок людям и научил их жарить и молоть его плоды, и готовить питательную пасту, из которой можно делать напиток под названием, внимание, Чоколатль. Вау! Что в переводе означает горькая вода. Чтобы изменить вкус горького этого напитка, ацтеки добавляли в него, кстати, не сахар, они его еще не изобрели в тот момент, они добавляли в него перец и другие пряности. Ну вот, современное слово шоколад таким образом происходит от ацтекского чоколатль. То есть Кеоцеткалькоатль принес чоколатль? Чоколатль, да. Ну что ж, после третьего раунда сумма в банке не изменилась, там по-прежнему та же самая сумма, 120 тысяч рублей. Не очень уверенно идет команда звездных участников, три вопроса, пока только одна победа, да, на втором раунде, и то случайно. Как говорил поручик Иржевский, мы себя в супер игре покажем. А он так говорил, да? Всегда. Хорошо. Идем дальше, четвертый раунд прямо сейчас, это пятеро на одного. Звездная пятерка продолжает позориться уже в четвертом раунде теперь. Играйте все вместе. Все вместе, теперь все пятеро. Да, опять есть четыре минуты, три подсказки, 20 тысяч рублей на кону. Есть одна особенность четвертого вопроса, кто помнит? Видео. Видео, вопрос, совершенно верно. Наш телезритель сам сейчас посредством этого моего экрана задаст свой вопрос. Но, внимание на экран, сначала давайте выберем того самого телезрителя. И играет против вас Ирина Асророва, 48 лет, город Саратов. Два основных увлечения Ирины. Путешествия и танцы. Прямо как у Евгения Попонышева, между прочим. Это связано с вопросом сразу? Быстро, два раза. Не буду отвечать на этот провокационный вопрос. Иногда Ирина совмещает танцы с путешествием. Опять же, как у Евгения Попонышева. Коллега. Видимо, на танцы и на путешествия потратит Ирина свой выигрыш. Внимание на экран. Вопрос от Ирины. Здравствуйте. Моя любимая передача «Пятеро на одного». На чем художник Василий Суриков изобразил гостя в Крыму для двух назойливых поклонниц его таланта, когда гостил на полуострове. Время пошло. Досрочный ответ. Ничего себе. На салфетке. Нет. Но красиво зашел, Жень, прям. Досрочный ответ. Это связан гостя в Крыму. Значит, это может быть на каком-то фрукте овощи? Так. Неплохо. На арбузе? На дыне? Нет. На баклажане? Нет. На яблоке? Нет. Нет. На понедоре? Все. 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 Перечислили. На винограде? Нет. Слишком мелко все-таки. На слили. Суриков. Нет. На тыкве? Нет. На помидоре? Нет. Мы правильно хоть думаем? Да, да. Правильно думаем, но пока что-то не дошли до... Что там растет? Абрикос? Нет. А лыча? Персики? Это персики. Все правильно. Персики. 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 Ай. Почему на арбузе, на дыне, но на персике? Почему? Атака. Нет. На арбузе красиво, большой. На персик пока там что-нибудь. Более-менее реабилитировались вы за две предыдущие удачи? Более-менее. Мы даже ни одной подсказки не использовали. Ладно, ладно. Ладно, хорошо. Потрясающе. Ответ Ирина. Как он отвезет? Ножом вырезал? На двух персиках. На двух. Это все объясняет. Все верно. Смотрите, Василий Суриков. Ой, 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 подожди. Да? Я боюсь предположить, что он нарисовал. Так, у нас семейная телевикторина, Саш, да? Вот я и боюсь за семейную телевикторину. Он семью и нарисовал. Василий Суриков гостил в Крыму у знакомой художницы. Там он постоянно рисовал, творил, так сказать. А рядом жили две милые девушки, сестры, которые неоднократно просили Сурикова нарисовать им что-нибудь на память для их домашнего музея. Сурикову не нравилась их настойчивость. И Василий Иванович под разными предлогами все время как-то отказывался, увиливал. Ну, хоть какой-нибудь пустяк, умоляли они. Наконец, перед отъездом в Москву, Суриков все же подарил девушкам два рисунка, которые он сделал на персиках. Почему на персиках? Потому что они хотели для музея сохранить, а персик долго не хранится. Сгниет и продать невозможно, конечно. Да, и продать невозможно, и сохранить невозможно. То есть это скоропортящийся продукт. Техника рисунка интересует. Техника рисунка, она, естественно, недолговечная. Подожди, персики бывают двух видов. Волосатые и гладкошерстные. Гладкошерстные – это нектарины, Саш, это уже не персики. Ну, неправда. Ну, слушай, это как бы персикообразное что-то. На нектарину можно еще нарисовать, но я как-то... А как вот ты на этом волосатом персике... Возможно, он побрил волосатый персик. О-о-о-о-о. Перед этим. Еще Микеланджело говорил, что надо убрать все действие. Василий Иванович, вы нам нарисуете, сейчас персик побрею. Друзья мои, после этого четвертого самого, значит, раунда... А мы, может быть, подсказочки так любопытно... Давайте подсказки, да. Подсказки. Чисто поржать. Ну, давайте чисто поржать. Хорошо. Первая подсказка. Вот, два персика. Так. Волосатый почему? А почему? Потому что он ел персики, он любил... Нет, он в апельсинах приехал. А, в апельсинах, да. В магазин овощи-фрукты, кстати, он приехал в ящики с апельсинами. Почему не киви тогда? Вторая подсказка. Корзина? А, авоська? Этот вопрос был когда-то в нашей программе. Из чего была сделана первая баскетбольная корзина? Из корзины было сделано. Из корзины для... Фруктов? Вы обнуляетесь вообще полностью, да, когда отсюда выходите? Это без меня было. Я просто баскетбол появился в Персии, поэтому... Нет, нет, действительно, в баскетболе первая вот корзина, баскетбольная корзина, она была сделана из корзины для персиков, в которой просто удалили дно. А чем отличается корзина для персиков от остальных корзин для других смертных фруктов? Как чем? Дно удалено. Удалено дно. Видимо так, да. Еще, знаете, впервые баскетбол появился в штате Джорджия, а в Америке Джорджия, штат, еще называют персиковый штат. Это правда. У них даже символ. У них символ штата, персик, да, потому что там очень много персиковых делений. Хорошая подсказка. Вот тогда, это подсказка. Если бы здесь было написано Джорджия, ну тогда бы, конечно, мы... Тогда бы все подумали, что это Грузия, и вы бы ушли в сторону Хинкали куда-то. Так, третья подсказка. Девочка с персиками. Оп! Тут как бы... Ну, честно, понятно. Ничего, ничегошеньки себе. Да, кстати. Это Вера Мамонтова. Так. Именно с нее был написан знаменитый портрет девочки с персиками, и она, кстати, дочка того самого известного мецената и, как бы сейчас сказали, олигарха Мамонтова, который в том числе благоволил художникам, и она таким образом, можно сказать, по блату стала участницей этого... Этого перфоманса. Этого перфоманса, да, как опять же сейчас бы сказали. Итак, после четвертого раунда у нас в банке, покажите эту сумму. 140 тысяч рублей. Впереди нас ждет пятый раунд. Это последний раунд, в котором вы сегодня можете положить еще немножечко денежек. А я не помню, ты нас похвалил или нет после этого раунда? Нет, я сказал, более-менее реабилитировались, как ты так, я, по-моему, сформулировал. Можно сказать, что похвалил, Жень. Пятый раунд прямо сейчас. Поехали! Пятый раунд называется раунд вопросов от звезды, а значит, задаст вам его кто-то из ваших, видимо, знакомых. Внимание на экран, выберем нашего звездного телезрителя. Дава играет против вас. Да ладно? Дава пишет, что в случае выигрыша он передаст всю сумму на благотворительность. Ну что ж, правильно. Готовы? Да, готовы. Вопрос от Давы. Внимание на экран. Кого изначально называли шофером? Время. Но не водителя, конечно. Ну, конечно, нет. Да. Французское слово шофер. Шофер. Это человек, который делал шарфы. Это связано с движением? Нет. С движением, с передвижением человека? Нет. Это с сельским хозяйством связано? Нет. С едой? Нет. А с ремонтом связано? Нет. А с чем это связано? С секундочку, с путешествиями это связано? Нет. А это связано со схожестью слова шофер? Нет, не туда. А это с алкоголем связано? Нет. Нет, нет. Жалко. Ну, со спортом. Очень отдаленно. А с медициной связано? Нет, с медициной нет. Со словом шеф? Нет, не шеф. Это профессия? Да. Это что-то типа проводник, экскурсовод? Нет. А с лошадьми связано? Нет, не связано. С лошадьми это так. С машинами вообще не связано? Такого не говорил. Я так. С машинами связано? Ну... Механик. Ну, вот отдаленно. Механик. Тот, кто чинит машины. Нет, нет. С колесами связано? Нет. Ну, или очень отдаленно. Отдаленно. Это что вообще? Я бы туда не ходил на вашем месте. Так, первая подсказка есть у нас. Это абстрактный рисунок чего-то. Это бриллиант. Огранка. Что там может быть? Блеск. Огранка. С огранкой. А человек, который украшает кареты? Нет. Художник. Нет. Ну, декоратор. Нет. Ну, то есть это... А, подождите. Это человек, который занимался искусством. Нет, он не занимался искусством. Не занимался искусством. Нет. Это профессия такая... Это профессия. Прикладная. Да? Да, вполне. Он убирал улицы. Дворник. Нет. И еще. Ну, находил бриллианты иногда. Да. Так. Связано с огранкой. Нет, с огранкой не связано. Он сопровождал знатных особ каких-то. Это престижная профессия? Ну, кстати, не очень. А, это профессия к двору, царскому двору, да? Ну, нет. Нет. То есть он кареты не управлял, и он не окей. Соответственно, передвижение это не связано. Не связано. А эта профессия связана с ресторанами? Нет, не связана с ресторанами. С внешним видом, например, женщины или мужчины? С внешним видом не связано. Вторая подсказка есть у нас. А что там? Не кочегары мы, не плотники, да? Кочегар. Да, совершенно верно. Кочегар, конечно. Ну, как-то разыгрались, да? Разыгрались. Раскочегарились. Покажите правильно ответ на Коране. Кочегар, действительно, именно так. Так вот, в буквальном переводе с французского языка, откуда к нам пришло это слово? Шофер. Так вот, слово шофер, или лё шофер, означает в прямом переводе как? Лё кочегар. Кочегар, по-другому еще по-французски, если уж совсем. Истопник. 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 То есть, человек, который топит какие-то печи. Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, как правило, да? Водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами, их тоже стали называть шоферами. Блестяще. Да? Да? Очень. Все понятно. Молодцы еще и наши редакторы, которые такую яркую, интересную подсказку. Да нет, и первая подсказка, как теперь мы понимаем. Хорошо, хорошо. Да, теперь-то уже понятно. И первая, покажите нам ее. Это у нас... Конечно. Один из видов углеводородов. Да, именно. Углерода, точнее. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Это один из аллотропичных состояний углерода, алмаз, да, как и графит. Топить алмазами не получится. Ну, одна и та же химическая формула, проще говоря, да, С. И у алмаза, и у грифеля в карандаше, и угля, которым, собственно, топят топку где-нибудь в паровозе, в том же самом. Ну что ж, вторая подсказка. Мгновенно на нее среагировал Саш Пушной. Это кадр из фильма «Высота». И там, собственно, главный герой и его друзья пели эту песню «Ни кочегары, мы не плотники». А вот третья подсказка – тот человек, который как раз-то и работал когда-то кочегаром. Вот это уже, да, подсказка. Известный исторический факт, в Петербурге, кстати. Да, да, да. Да, в Питере, в Котельной. Ой, там все кем-нибудь работали. Он несколько лет, Цой, трудился самым простым кочегаром. Кидал уголь в топку и где-то там между этими процессами еще и писал свои первые песни. Покажите сумму в банке после пятого раунда. Ну, вот это вот все, что вы скопили за, получается, две последних игры. 160 тысяч рублей. Совсем скоро мы разыграем эти деньги. Не переключайтесь, и вы узнаете, заберет их кто-то из наших телезрителей, или они останутся в игре «Пятер на одного». Не переключайтесь. Это «Пятер на одного». Мы снова в эфире, и прямо сейчас финал. Розыгрыш джекпота. Разыграем все деньги банка. Их там 160 тысяч рублей. Вот они. Ну, бывало и побольше, да? Главное, сохранить это. Сохранить. И приумножить в следующей программе. Спасти и сохранить. Это другой канал, Саша. Так, напомню коротко правила финального раунда. Каждый из вас сначала играет по 15 секунд, остальные молчат, не подсказывают. Начинаем слева направо, вот если вот от меня это все смотреть. То есть с Евгения Папанашвили и до Александра Пушнова. 15 секунд, 15 секунд. Если до Саши мы дойдем, правильно ответа так не будет все еще, то все вместе еще 15 секунд обсуждать. Ну что ж, готовы? Да. Внимание на экран. Давайте сначала выберем того телезрителя, который может сегодня стать на 160 тысяч рублей богаче. И это... Ирина Кочеткова, 46 лет, город Губкинский. Ирина любит спорт, уважает рыбную ловлю и обожает ездить за рулем под красивую музыку. Ирина прям меня описала, кстати. Ну, за исключением спорта, ладно. Да и рыбной ловли. Хорошо. Выигрыш Ирина хочет потратить на полет на воздушном шаре со своими племянниками. Какая красивая мечта. Готовы? Да. Тогда финальный вопрос нашей сегодняшней игры. Прямо сейчас. Евгений. Приготовиться. Внимание на экран. Поехали. У стадиона Эстадио Милтон-Кореа есть народное прозвище Зеран. В переводе большой ноль. С чем это связано? Время. Это связано со счетом, каким-то... Нет. Еще. Связано с болельщиками? Не успел я ответить. Родион. Связано с командами, которые играют? Нет. Связано с какой-то традицией? Нет. Связано с количеством голов забитых? Нет. Дальше. Видимо, какой-то был гол, который попал в книгу Гиннеза. Нет. Девятка. Нет. Попадание. Нет. Но вообще с футболом это связано? Вообще нет. Вот так вот. Связано с формой стадиона. Он сверху похож на большую ноль. Тогда все стадионы были бы с таким названием. Связано с формой ворот, а не похожа на большую ноль. Нет. Форма ворот обычная. Связано с разметкой на поле. Нет. Еще. Видимость нулевая на стадионе. Там, например, туман. Он в низине построен. Ничего не видно. Это связано с местом, где построен стадион? Да. Нулевой меридиан. Только не меридиан. Нулевая параллель. Нулевая параллель. Да. Да. Все верно. Браво. 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 Вот так вот. Покажите правильный ответ на экране. Через центр стадиона проходит нулевая параллель. По-другому экватор. Прямо через центр? Да. Прямо через центр. И они прямо в игроке оббегают его во время матча. Они говорят, давай мне на другую половину земли. Удобно. А где находится этот стадион? В Бразилии, по-моему. В Бразилии, по-моему. Этот стадион расположен на экваторе. Средняя линия проходит прямо. Вот прямо через центр стадиона. Причем утверждается, что это не было специально так сделано. Просто был свободный вот участок под застройку. Они построили там стадион. О, смотри, прям. Прямо вот, прям экватор проходит ровно под застройку. Свободная параллель. Да, где-то так. И ты представляешь, они, то есть когда перебегают с одной стороны поля на другой, там же совершенно правило буравчика меняется. Надо по-другому бить по мячу. Да вообще ужас. Да, мяч же в другую сторону. Само означает закручиваться. Просто в Бразилии этого экватора, во. Да, ну это как вот на, я просто сам вот родом с Урала, у нас проходит граница Европы-Азии. Там постоянно ты вот из Европы в Азию попадаешь. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Надо иметь, соответственно, два кошелька. Деньги разные. Европейские и азиатские, да, деньги. Нет, на самом деле, получается, вот этого стадиона. Знаешь, что интересно? У них ворота находятся в разных полушариях. Именно? Да. В южном полушарии и в северном полушарии. Пас, другое полушарие, это круто. Да, 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 красиво. Красиво, согласен. Друзья, после сегодняшней нашей игры у нас в банке, покажите эту сумму, 160 тысяч рублей. Все эти деньги остаются в игре и передаются в следующую субботу. На этом наше сегодняшнее шоу подошло к концу. Я напоминаю, что все выпуски программ можно найти на интернет-платформе «Смотрим». А если вы хотите не только наблюдать за сражением телезрителей с нашей «Звездной пятеркой», но и лично принять участие в битве, то свой вопрос можно задать на сайте страницы «Смотрим.ру». Возможно, именно вам улыбнется удача. С нами сегодня играли Евгений Попунышвили, Родион Газманов, Андрей Урган, Евгений Рыбов и Александр Пушной. Браво! Я Алексей Вершинин. Это было самое смешное из интеллектуальных и самое интеллектуальное из смешных шоу на российском телевидении. Ровно через неделю здесь же вас жду. Пока. Параллель, параллель, параллель.